Здравствуйте, ребята! Я рада вновь приветствовать вас на уроке музыки. Урок 14. Музыкальные дома. Сегодня на уроке ты узнаешь, как выглядела первая сцена и зрительный зал, и какие есть в мире необычные музыкальные театры. Ребята, а сейчас поставьте видео на паузу, откройте рабочую тетрадь по музыке, запишите число и тему нашего урока. Еще в Древней Греции люди очень любили музыку и театр. И для этого строили специальные сооружения. Само слово «театр» в переводе из греческого значит «место для зрелищ». В Древней Греции театр располагался на открытом пространстве и представлял собой круглую площадку, орхестру, и места зрителей, расположенные полукругом на склоне холма. Такое строение театра позволяло хорошо слышать звуки музыкальных инструментов и голоса актеров и певцов. Люди заметили, что когда звук идет снизу вверх, слышно намного лучше. С тех пор так строят все концертные залы и оперные театры во всем мире. Давайте посмотрим. Архитекторы Центральный концертный зал «Казахстан» является центром исполнительских искусств. Был разработан итальянским архитектором Манфредди Николетти. Форма здания выполнена в виде лепестков цветка. Внешняя структура здания включает в себя ряд изогнутых наклонных стен из бетона с синим и обратно окрашенные стеклянные панели обшивки. Сидней Opera House Оперный театр в Сиднее, Австралия Идея этого сооружения пришла в голову архитектору Уйорну Удзану, когда он увидел в Сиднейском порту красиво расположившуюся группу парусников. Направленные в разные стороны крыши паруса покрывает более миллиона сверкающих керамических плиток. Осло Opera House Оперный театр в Осло, Норвегия Здание частично погружено в воду и внешне напоминает айсберг. Крыша используется как площадь для прогулок. Пандусы позволяют ходить повсюду. Это одно из самых технически оснащенных театральных зданий. Сцена состоит из 16 платформ, которые могут двигаться в любом направлении. Главный зал освещает люстра из 800 светодиодов. Ее свет преломляется почти в 6000 подвесках ручной работы. Театр Эспланада, Сингапур Два чешуйчатых купола-близнеца появились в бухте Марина Бэй в 2002 году. Эспланада стала интегрированным центром искусств, который кроме театра и концертного зала включает также театральные студии, сцену под открытым небом, галерею, публичную библиотеку, торговый центр, два конференц-зала и подземную автостоянку. Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, Китай, представляет собой эллипсоидный купол из стекла и титана, вздымающийся посреди искусственного водоема. Три главных зала театра способны вместить не менее 6500 зрителей. Ребята, вы обратили внимание, насколько необычными и красивыми могут быть здания музыкальных театров. Дома вы немного пофантазируете и придумаете свое здание музыкального театра. Вот и наступило удивительное время года – зима, которое несет с собой много чудес, одно из которых – Новый год. Поэтому я вам предлагаю разучить песню, которая так и называется «Новогодняя». Новый год Замила Метелицаenk Город мой, по дорогам стелится пеленой Нравится морозы ей еще как И румянец розовый на щеках От зимы не спрятаться, не сбежать Значит будем елочкам нарежать От песчины яблоки ананас Спрячем потихонечку про запас Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки Новый год, Новый год, диспотека, серпантин Новый год, Новый год, всем подарки под подушкой отпускать Новый год, никуда мы не хотим Хитро улыбается Дед Мороз Что он приготовил нам, вот вопрос Загадай желание, сладко спи И получишь новенький PSP Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки Новый год, Новый год, диспотека, серпантин Новый год, Новый год, всем подарки под подушкой отпускать Новый год, Новый год, никуда мы не хотим С горочки на саночках кувырком Лучшему товарищу лоб с мешком Но друзья не сердятся, не ревут Синяки до спадки, так живут Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки Новый год, Новый год, диспотека, серпантин Новый год, Новый год, всем подарки под подушкой отпускать Новый год, никуда мы не хотим Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки Новый год, Новый год, диспотека, серпантин Новый год, Новый год, всем подарки под подушкой отпускать Новый год, никуда мы не хотим Отпускать Новый год, никуда мы не хотим Сегодня на уроке мы с вами узнали, что первый театр появился в Древней Греции и познакомились с необычными современными музыкальными театрами. Домашнее задание. Пофантазируйте, представьте себя архитектором и придумайте свое здание музыкального театра. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok